Ровные, теплые, не скрипят и не пропускают влагу и шум, и при этом готовы всего за один день. Совокупностью таких характеристик обладают только полы, изготовленные по технологии сухой стяжки немецкой фирмы Knauf. С одной из самых современных, быстрых и качественных методик создания основы пола в Дом-63 познакомили специалисты компании Реммастер. Здравствуйте, меня зовут Александр, я представляю компанию Реммастер. Сегодня мы приехали на объект, чтобы сделать сухую стяжку. Вот так выглядят полы после демонтажа старого покрытия и уборки пыли и грязи. Вы видите, что между полом и основанием стены есть дыры, и их нужно зашпатлевать цементным раствором, прежде чем приступить к насыпанию слоя керамзита. После равномерно по всей поверхности пола настилаем полиэтиленовую пленку. Между собой полотна скреплены скотчем. Этот слой обеспечивает пароизоляцию пола. Обратите внимание, перед стяжкой пола мастера одели трубы в специальные гильзы. Так в случае замены коммуникации стяжка не пострадает. Следом специалисты ремастера по периметру пола степлером крепят звукоизоляционную кромочную ленту. Ее функция предотвратить распространение шума в соседней комнате и нижний этаж. К тому же керамзит через нее дышит, и в случае залива пола влага будет обходить через нее. Теперь с помощью лазерного нивелира нужно нанести отметку уровня верха стяжки. Это ориентир высоты слоя насыпания керамзита. Итак, настал черед самой ювелирной части работы – насыпания, а главное – разравнивание керамзита. В данном случае специалисты ремастер используют мелкофракционный материал с высокой плотностью. Следовательно, утрамбовывается он легко. Но потребуется материал много. Согласно технологии КНАУ, в слой керамзит должен быть от 2 до 10 см. Абсолютной равномерности распределения керамзита мастера добиваются с помощью уровня, длина которого совпадает с шириной пола. Так постепенно вся комната заполнилась ровным слоем керамзита. Специалисты постелили островки, по которым будут перемещаться при монтаже гипсоволокнистых листов фирмы КНАУФ. Это тепло- и звукоизоляционный материал, к тому же экологически чистый. Между собой листы ГВЛ скрепляются по типу соединения шип-паз строительным клеем ПВА, а затем дополнительно шурупами на расстоянии 5 см друг от друга. Последний штрих – зазоры между полом и стеной необходимо зашпатлевать. И сухая стяжка пола готова. Можно выбирать напольное покрытие. Плитка, ламинат, линолеум. Сухая стяжка рифмуется с любым. И еще важный нюанс. Если стяжка пола производится в ванной комнате, то нужно позаботиться о дополнительной характеристике – влагостойкости. Для этого по периметру пола крепим гидролизационную ленту и красим поверхность пола специальной водоотталкивающей краской. Преимущество данной технологии, точнее сухой стяжки, это, конечно же, скорость монтажа. 20 квадратов мы можем сделать за день. Материалы, которые используются в сухой стяжке – это керамзит и элемент пола ГВЛ – являются теплоизоляторами и звукоизоляторами. Поэтому полы получаются теплые, и нижние соседи вас не слышат. Субтитры создавал DimaTorzok